Соратник на канале Брехня.ру обратил внимание вот на этот материал. Частично он его зачитал. Мне показался он очень интересным, но так как здесь несколько частей, я решил продолжить раскрытие этой темы. Не забываем, что это точка зрения автора. Окажется, автор прав или нет, покажет время, но не то, которое на первом канале. Автор-отшельник. Город Тартар, который провалился в Тартарары. Следы Тартарии на шельфе Восточно-Сибирского моря. Как тонула страна Монгол. Зверолюди из Иномирья. Ясновидение Толкина. Хочу рассказать вам о том, как происходили изменения на территории Великой Тартарии в недавнем прошлом, конец 17 века. Естественно, официальная наука относит эти события на тысячи лет назад. Это была великая трансформация всего региона и настоящий конец света для жителей того мира. По сути, это была гибель Тартарии, ее духовного центра города Тартар, от которого и произошло название Тартария, и Монгол, столице страны Монгол. Эти события описываются словами медиума, который тоже накладывает свой отпечаток на прием-передачу информации. Потому попробуйте просто увидеть это собственным видением, и может быть, вы ощутите это своим существом. Нынче такие времена, снимаются некогда установленные ограничения. А здесь вы увидите материальную часть, доказательства, аргументы, карты и тому подобное. Сплошь прагматика и никакой лирики. Провалившаяся в Тартарары. Часть первая. 15 июля 1687 года, во второй половине дня ближе к вечеру, начала свое погружение в морскую пучину страна Монгол. И тонула она в течение пяти недель, полутора месяцев. Земля проваливалась огромными ямами диаметром 3-7 метров там и сям. Из них начинали бить высокие гейзеры, постепенно затапливая низины. Гигантские разломы начали кромсать пашни, сады, поселения и городские улицы, дома. Потом зарядил сильный дождь, похожий скорее на потоки воды сверху. Все это происходило постепенно с нарастающей неотвратимостью. Времени собрать все самое необходимое и уйти было достаточным, за исключением тех, кому не повезло провалиться сквозь землю. Всем, кто принимал решение в первые несколько дней, удалось уйти, но некоторые остались и перешли на тонкий план. То есть погибли на физическом. Проблема в том, что люди отказывались уходить, думали, что все это скоро кончится. А потом, когда неотвратимость стала очевидной, было уже поздно. Там и сям зияли провалы. Часть земли оказалась отрезана от материка. Участки суши вздымались стеной под жуткий грохот, сопровождающий такие события. Это был сущий ад. Так погибло около трех миллионов человек, а всего на затопленной территории проживало порядка 45 миллионов, в городах и множествах поселений. Инфраструктура была разрушена, руководящие органы, пытаясь сохранить порядок, перевели страну на военное положение. Изначально люди жили на той территории порядка 7 тысяч лет, куда они были заселены высшими силами, скорее всего создателями-творцами. И вот страна Монгол и ее жители, потеряв смысл существования и родную землю, кочевала южнее и южнее в течение сотен лет, не находя нигде приюта, потихоньку растворяясь в иных народах, пока в итоге не достигла современной Монголии. Но это было уже одно название. Они научили народы порядку, ремеслам, технологиям, искусству, подняли уровень тогдашнего мира, пали зерном и дали всходы. Это были суровые, крепкие войны, искусные мастера, красивые женщины, волхвы, жрецы, волшебники. Также были великолепные виды искусства, связанные с расширенными возможностями человеческого существа, которые были впоследствии утрачены. И, кстати, варган – это инструмент оттуда. Правда, в то время игра на варгане имела совсем иной смысл. Изменение частотного спектра звука и возможности человеческого горла достигали невероятных глубин и влияли на все человеческое существо. Искусный исполнитель передавал информацию, сказанное посредством извлечения звука и подачи образа. Сознание слушателей переносилось в иные земли и миры в стародавние времена. Слушающие видели предания старины глубокой, истории своей современности, поучительные сказки для детей. Слушатели как бы находились внутри события, частично наблюдая сознанием какой-то частью души, участвуя, вселяясь в любого из действующих персонажей, ощущая их переживания как свои, совершая с ними тот или иной выбор. Современные монголы ничего общего с тартаро-монголами не имеют. Основным предназначением тартара-монгол была защита от вторжений зверолюдей из адских сфер, через порталы, которые открывались в периоды определенных окон возможностей. Благодаря стараниям черных магов из вражеских структур. Эти структуры существуют до сих пор и занимаются тем же уничтожением людей. Все так же противостоят им асы в этой извечной борьбе добра со злом. Переходы в иномирье там существовали всегда. Они и сейчас там есть, но глубоко под водой. Порталы охранялись тартаро-монголами, которые были воинами от рождения. А управляли всем этим асы, которые были элитой, полубогами, в понимании тартаро-монгол. Асы были кастой, это была раса, уже открытая в то время. Правили они через местную элиту, военачальников и князей. Среди народа появлялись они крайне редко. Асы были высоки ростом, за два метра, красивые, стройные, сильные. Они обладали всем совершенством знаний и духовности. Им было ведомо управление материей и пространством. Тартаряне были белые, голубоглазые, раскосые глаза, русые, похожие на современных белых татар или алтайцев, айнов с острова Япан. Особенно духовно одаренные преимущественно мастера, волшебники, руководители. Монголы же более способные к воинскому искусству. Войны от рождения, хотя четкого разделения не было. На всех смотрели по способностям. Монголы были стройные, смуглые или светлые, рыжие или черноволосые, черные или карие глаза. Воинов-магов выращивали специально, подгадывая момент зачатия, и потом растили их в специальных заведениях. Семьи они больше не видели, это был особый священный вид Дани. Асы создали из народов, населявших территорию, хорошо организованную воинскую структуру, главной задачей которой от высших сил было охранение порталов, врат в Иномирье, через которые периодически прорывались полчища зверолюдей, и войскам приходилось с ними сражаться. Воины постоянно гибли в борьбе, зверолюди были физически сильнее, крупнее и выше воинов Тартара, но уступали в интеллекте и воинском искусстве, тактике и стратегии. Хотя и у них было подобие организации, организованной банды. Откуда появились эти порталы и существа? Они существовали всегда на этой территории, но раньше эти миры не были так демонизированы. С жителями этих миров велась торговля, обмен, общение, можно было ходить в гости, дружить, но браки не приветствовались. Это было союзничество. Но со времени начала галактической ночи, ночи Сварога, в этих мирах произошли госперевороты, говоря современным языком, со всеми вытекающими отсюда последствиями, поскольку эти миры были сильнее подвержены влиянию темных сил. Власти не стало. Наступил хаос и бардак. Наспех сколоченные банды собирали дань с более слабых и неорганизованных. Надо заметить, что в этих мирах проживали не только зверолюди, но и другие существа, очень даже симпатичные и безлобные. Но они стали первыми жертвами, обезумевших от крови и власти звероподобных, ибо сильный всегда прав. Пройдя по этой ссылке, можно почитать лицевой летописный свод Иоанна Грозного, XVI век, а именно описание похода Александра Македонского в Виномирье. Александр Македонский в Сибири. Отрывок из книги. «И оттуда же прии многие вождь, взяли много проводников, знающие пути индийская земля, схотев идти в западную страну пустынную вслед звездных кол. Таземцы же Глаголиха, Александру яко в странах, тех диви и человечи суть, и звери и злы и дивны. Александр же хотяши видите страну ту и человеки те. Вождеви же Глаголиху, владыка Александра царю. Нити и есть путь индийская земля». Тут нужно заметить, что Индия, в которую ходил Александр, располагалась аккуратно территории, о которой мы ведем повествование. Средневековая карта по Птоломею. Сибирь обозначена Индией доисторической, то есть первой, изначальной. «Поим же Александр вся воя своя, взял всех своих воинов, поиде к востоку, и пришедшую ему на восток обретят там они чистые языки, народы, ежа суть афетовы внуцы. Ибе у них царств 74, те иже, узревший нас, начише скрежетать зубы, хотящие биться с нами. Бях уже у них друзей назы, были у них другие наги. Их же нечистот увидев, Александр чудися. Яда худ, бо всякое животное, жупелечную тварь гнусную и скверные комары и мшицы, кошки и мыши и змея, из врага женская и мертвых плоти не погребахут, не ядахут. Сии же видев, Александр убояся глаголя. Еда, как и сии, дойдут земля святая, и осквернят ее от скверных ядин своих. И помолился Богу Всевышнему, начал биться с ними». Обратите внимание на выделенный текст последнего абзаца. «В тех горах им быть до последних дней мира, когда конец миру приближается, Бог отверзнет врата, и все излезут Гог и Могог и осквернят землю». Давайте посмотрим, где у нас Гог, а где Могог, подчеркнуто красным. Аккуратно затопленные территории. А поскольку это событие и было концом света для почти всего мира, то все сходится. И видение медиума, и описание похода Александра Македонского и карта 16 века. Множество карт. Замечу, что об этом походе упоминают многие древние поэты и историки, в сети есть материалы. Однако продолжим наше повествование. Так как ситуация в иномерии ухудшилась, по типу современных желтых революций, и банды отмороженных звер у людей начали проникать через порталы в наш мир, вначале они просто отбирали скот, имущество, запасы еды, а потом начали красть и употреблять в пищу людей. Все это происходило в начале прошлого тысячелетия. Тогдашняя тартара-монголы были обычным народом, ничем особо не отличались от остальных наследников тартарии, пока не пришли асы. Асы пришли от высших сил, чтобы создать препятствия проникновению и распространению зверолюдей в нашем мире. Потому что темные силы, обретая власть, попущенную им Богом Всевышним, на время галактической ночи набирали силу и могущество, и без помощи асов зверолюди сожрали бы тартары-монгол в короткий срок, а далее пал бы и остальной мир. Темные силы могли вносить изменения в ситуацию на Земле с помощью подконтрольных им черно-магических орденов, последователи которых действуют до сих пор. База темных сил, этакий Мордор, отмечена красным крестиком на карте справа, находилась в Чайне, почти на границе с современной страной Китай, аккурат у Великой Стены. Стена располагалась не там, что нынешняя, не так далеко от моря, 50-80 километров у подножия гор. Храмы темных сил имели обозначение на поверхности. Их было видно с высоты. Также проводились генетические, оккультные и алхимические эксперименты. По сути, это были храмы-лаборатории, этакие не темных сил. И, кстати, есть версия, что стена была построена для защиты от вовсю распоясавшихся в те поры экспериментальных образцов этого НИИ. Банды зверолюдей, прошедших спецподготовку, шныряли по всем окрестным странам, городам и весям, притворяясь мирными странниками. Зверолюди раньше были не редкость, были купцами или путешественниками, занимались грабежами и разбоями, разведкой и подрывной деятельностью. В картах Толкиена можно уловить какие-то отдельные ассоциации. Асы организовали и обучили население, они создали настоящую армию, дали знания, научили искусством, наукам и прочее. Армия начинала противостоять вражеским проникновениям, но количество врага не уменьшалось. К тому же черные колдуны и маги, подгоняемые все возрастающие в силе питающие их энергией зла, старались не покладая рук. Начали возникать новые порталы, дыры, через которые нежить разбегалась по территории земли. Особенно остро стал вопрос, когда началась катастрофа, земля стала проваливаться. Воинам был дан приказ стоять до конца на страже, но вражеские лазутчики и соглашатели приводили разумные доводы, что, мол, где надо уходить, нужно оставить порталы. Многие повелись на эти уловки, другие же стояли твердо, обрекая себя на смерть, заведомо лишаясь даже возможности спастись от катастрофы. Было магическое оружие, особенно интересное резонансное оружие. Огромный гонг, который издавал вибрации, лишающие некоторых зверолюдей физической силы и энергии на какое-то время. Был в их организме какой-то орган, на который был частотно настроен гонг. На людей же такое оружие не влияло. Раса зверолюдей являлась результатами генетических экспериментов и этот орган был заведомо заложен в них как аварийная кнопка-выключатель на случай потери контроля над изделием. Есть подобный орган и у человеков, но настроен иначе. Насчет зверолюдей и прочей нежити об этом официальная наука в истории умалчивают, но в документах, дошедших до нас из мрака средневековой культуры, романах, сказках, преданиях, на старых картинах, а теперь и в многочисленных фильмах всегда присутствует нечисть и нежить подобного рода как напоминание. Шило в мешке не утаить. Вот псиглавцы на карте Борджия 1520 года, территория русского севера. В силе и мощи у монгола-тартар конкурентов не было, но враг, тот же самый, что и сейчас, строил тайные козни, как-то поссорить с соседями, провоцировал конфликты внутри страны, между народностями, группами населения. Основная цель врага была перехватить контроль над территорией, чтобы регулировать присутствие и количество зверолюдей, которые хорошо поддавались зомбированию. Из них без особого труда можно было бы собрать армию для установления диктата над миром. Тем более, что ресурсы этой дешевой воинской силы были практически не ограничены. В случае установления контроля над этими переходами в иномире уже были готовы давно пестуемые военачальники из той среды. На карте Кабота 1534 год можно видеть псиглавца на территории русского севера. Сильные, умные, безжалостные, особенно к своим, преданные своим хозяевам, которые их апгрейдили, открывали дополнительные способности. Потому что единственной реальной возможностью управлять этим опалоумевшим сбродом был внушаемый страх и физическое превосходство руководителя. Армия зверолюдей – вот что нужно было врагу для укрепления власти и могущества. Потому что конкурировать местными ресурсами с армией Монгола-Тартар было нереально. Армия была сильнейшей в тогдашнем мире. Зверолюди же находились в своей адской сфере, где было достаточно грустно и не очень сытно. А тут была красота, прекрасный волшебный мир, мягкие, вкусные, беззащитные люди. Потому главари зверолюдей были в контакте с черными колдунами врага и периодически, когда появлялась возможность, осуществляли набеги, проходя через открытый врагом портал, продавливая ряды тартаро-монгольских воинов. Я думаю, что эта борьба была спущена свыше, как инструмент регулировки, достижения баланса добра и зла в мире. И потому тут прилагали усилия и простые воины в борьбе со зверьем, и боевые маги в сражении с колдунами врага, да и сами полубоги, белые асы, противостояли высшим или низшим черным сущностям противника. Чтобы ощутить, что там происходило в те поры, можно посмотреть трилогию «Властелин колец». Толкиенс писал сказку «Оттуда», он был контактером. По сути, «Властелин колец», если убрать вымышленных героев и сам сюжет, это описание того, что происходило в стране монгол накануне катастрофы. Само ощущение, впечатление, дух, само ожидание мировой катастрофы, страх перед наступающей темнотой, безысходность. И не случайно был выбран контактер-англичанин, в СССР такое бы не пропустили. Если не верите, гляньте карты Толкиена и карты Тартарии страны монгол. Очень по духу похоже. Я думаю, Толкиен был выбран асами для описания того, что происходило. Получается, что фильм очень похож на реальность, по словам медиума. Тоже и с персонажами. Были колдуны, войны магии, драконы, всякие волшебные штучки и животные, а также растения, которых сейчас нет. Был иной состав воздуха, притяжение, атмосферное давление и т.д. Полюс был в другом месте, да все было другое, потому что люди и их возможности сама природа отличались от нынешних. Монгол – это страна солнечного культа, религиозные структуры отсутствовали как таковые. За проступки воздавалось моментально, потому вопрос охраны порядка остро не стоял, сама матрица была настроена соответственно. Асы находились в нескольких измерениях одновременно. Где-то там они находятся и сейчас. С ними или с их служителями можно общаться. По их усмотрению. Почему было принято решение затопить территорию? Дело в том, что галактическая ночь близилась к своему пику и мощь темной силы нарастала. Едва удавалось сдерживать атаки нежити, как начинались междоусобные дрязги среди высшего руководства монгола-тартар. Обиды, месть, дележ чинов, коррупция и прочее в таком же духе. Это произошло потому, что тьма распространилась повсюду и в первую очередь на души людей. Темные пятнышки в их душе, что ранее были незаметны, вдруг стали расползаться и заполнять собой все внутреннее пространство человека. И люди, живя в достатке и комфорте, начали что-то делить меж собой. Несмотря на то, что велась война, появились случаи предательства и сотрудничества с темными силами. Вот тогда-то, чтобы спасти народ от погибели внутренней, высшие силы приняли такое решение. Ну и, конечно, главным было затопить территорию повышенной опасности, исключив возможные риски. Отсюда и пошло крылатое выражение «провалиться в тартарары». Скорее всего, это уже 19 век. А смысл этого выражения и сама память были утрачены давным-давно. Материальная часть. По мнению некоторых российских ученых, этот район Сибири погрузился в воду всего 2500 лет назад. Морские геологи считают, что этот участок морского шельфа был сушей от 18 до 8 тысяч лет назад. По нашей же версии, это произошло не более 330 лет назад. Реконструкция. Красным мы выделяем горный хребет, белым – гора Алтай, где гробы королей Тартарии. На эту тему был пост ранее по ссылке. Это вполне себе может быть на островах Булунского Улуса, Большой и Малый Ляховские острова. Или на шельфе близ материка. Итак, метки три белых полосы – обская губа, три желтых полосы – устье Лены, бирюза – ориентировочное местоположение Монгула и Тартара. Желтая полоса правее – горная цепь, розовый – очертание затонувшей части суши. Нужно также учесть, что материк нещадно кромсала сейсмоактивностью планеты, также нещадно кромсали его очертания древние картографы во главе с Герардом Меркатором. Поэтому при сопоставлении событий на картах главное видеть основные ориентиры, которые не могли сдвинуться ощутимо. Такие как местоположение устья Лены и обской губы. Как было сказано, в начале поста катастрофа произошла в 1687 году, как говорится приблизительно точно. Я, конечно же, не знаю, как в ту пору распространялись новости, но не думаю, что так скоро. Тем более времена были суровые, мир накрыла череда катастроф. Африка, Аравия, Средняя Азия, везде изменился климат, повально гибли цивилизации, кто там думал о географии. Так что пока новые власти, как раз происходил мировой передел, сориентировались и нашли возможность, думается им было чем еще заняться помимо этого, отправить ученых, людей и путешественников осмотреть свои владения и нанести их на карты. Прошло примерно около 13 лет, чтобы изменения были представлены новым хозяевам. А теперь внимание на карту 1700 года Гуэль Лейм. Региона на карте нет вообще. Можно предположить, что попасть тогда в те места не было возможности. И поэтому так и получилось. Старую информацию можно было срисовать у кого-то, а новой еще просто не было. Хотя все уже знали о катастрофе, потому может и не стали рисовать ничего. Но уже в 1714 году, читаем надпись на карте ниже, новая, карты Великой Тартарии и империи Великого Хана. Как видно картографы, отправленные после катастрофы осматривать обыкновенные земли, уже не нашли страны монгол. После реки Лены земля заканчивается. Лишь выглядывают из-за моря-океана гордые вершины горных хребтов, отметил тремя красными полосками. Напоминая о некогда славной стране монгол и частично страны Китай. Желтые полоски, как обычно, река Лена, синяя обская губа, розовым очерчена предположительно погрузившаяся в пучину территория страны монгол. Сравните совпадение выделенных горных хребтов со старой картой. Потом, в 1722 году, Николас Дефер что-то уже более адекватное предоставляет заказчикам. Вспомним, как оно было раньше до потопа. Заодно и гордые вершины посмотрим. Опять желтые полоски Лена, три красные полоски – это выше затопленные гордые вершины, а розовая полоса – примерная граница затопления. И еще раз разрисуем на уже другой карте. А ниже карта уже 1740 года. Регион, как видно, трясет не по-детски. Видно, как оторвалась Камчатка и поднялась часть затопленной территории в виде острова бирюзовым крестиком. Значит, можно локализовать рождение Камчатки как полуострова интервалом между 1722 и 1740 годами. И, кстати, интересно, на карте фигурирует надпись «Юкагиры», как раз граничит с местом затопления, где крестик. Это говорит о том, что Юкагиры, без всяких сомнений, имеют прямое родство со своими славными предками из страны монгол и их премудрыми наставниками-асами. Джозеф Николас, 1752 год. Тут же и карты более детально прорисованы, и регион, видимо, потрясло как следует. Камчатку отвело еще дальше от материка. А часть затопленной территории, которая поднялась в виде острова, крестик, начала погружаться обратно в море. А вот карту уже 1766 года, сейсмоактивность не утихает. Часть затопленной территории в виде острова полностью погрузилась в море. Таким образом, можно сделать вывод, что регион трясло более полувека, причем трясло так, что менялись очертания континента. И как можно скрывать такие вещи, отбрасывая в прошлое на сотни тысяч и миллионы лет? Бирюзовым – Скандия, белые полосы – Обская губа, желтые полосы – Лена. Место, провалившееся в тартарары монгольской тартарии, обозначено красной чертой. Читайте также другие интересные посты отшельника, расследования и изыскания на данную тему. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok